Итак, всем привет, сейчас проверю звук, да, звук есть, отлично. В общем, в принципе, я не удивлен, биток перебил у нас 12.330 и даже 12.000 вчера. Я заметил это вчера вечером, но ролик записывать не стал, уже посчитал нужным, что лучше сегодня сделаю обзор, и уже ситуация будет более понятна. Итак, в общем, что мы можем видеть на... ну давайте на дневке сначала. На дневке у нас, в общем, мы пробили 12.330, ну 12.000, понятное дело. То есть мы вчера стояли там 11.800 где-то, да, доходили до 12, но опять же-таки нас не воскали, и потом мы взлетели, собственно говоря, до 13.217. Вот у нас был хай, но видно, что здесь тормознули, здесь сильного отката опять же-таки нету, поэтому вполне вероятно мы попробуем затестировать уровень 11.147. Если посмотреть на 4-х часовике, опять же-таки тут идет такое поджатие вверх, и отката пока что я не вижу. Если смотреть на часовике, на часовике мы пробили часовой, вернее, дневной уровень 12.330, в общем, движение у нас пошло активное вообще с 19 октября. А если взять вчера, допустим, 21 числа, то у нас движение пошло в 11, потом более такое сильное движение выше 12.800, вот. Вот, ну да, где-то в час, ну опять же-таки, как я и говорил, что может быть где-то в час движение, потому что если мы понаблюдаем, вот у нас здесь было сильное движение в час. Оно либо с утра, рано с утра, либо там в час, вот смотрите, тоже в час дня. Поэтому замечайте такие моменты, здесь в 4 часа утра, здесь во сколько, в 4 часа утра, то есть совпадение не думаю. Здесь практически, ну тоже, ну в 2 часа хорошо, здесь в час дня, то есть я заметил вот самые сильные движения, это, скорее всего, там какая-то то ли китайская сессия открывается, то ли еще что-то. В общем, набегают, видимо, игроки с других, так сказать, континентов и, соответственно, начинают покупать биткоин, цена его растет, а крупный игрок, соответственно, сливает им этот биткоин и продает по более высокой цене. А они там думают, что вот он там пойдет на 20 тысяч сейчас уже и так далее. Хотя до 20 тысяч еще, ну, как половина стоимости от биткоина еще идти. Ну, чуть меньше, 80 процентов. Так вот, вчера движение, соответственно, у нас такое основное пошло, опять же таки, в час, там, в 2 дня приблизительно. То есть движение происходит, я заметил, либо рано с утра, там, от часу, там, до 4 ночи, либо, там, в 12, в час, в 2 дня. То есть вот такое вот. Потом мы увидели, что мы попытались пойти за 13200, тут у нас был ложный пробой двумя барами. Что это значит? Это значит, что у нас цена пошла наверх сначала, попытались покупатели продавить наверх, но продавцов уже не было, и продавцы были сильнее. И за счет того, что давление продавцов было сильнее, у нас произошло так называемое поглощение. И, соответственно, эта свеча, вот эта свеча, можно даже посмотреть по объему. Здесь у нас был объем 8 тысяч, здесь 10 тысяч. Да, ну, 11, да. Разница небольшая, вроде как, 3 тысячи, но все равно. Но здесь эта свеча больше по размерам, и, соответственно, здесь мы еще видим, что был такой откуп, чтобы цена сильно вниз не ушла, не ушла ниже 12600. Соответственно, отката сейчас сильного нету, и после того, как произошло поглощение, соответственно, на данный момент это значит, что цену пока что не готова ввести выше 13147. Откуда взялся этот хай? Этот хай взялся из прошлого, слева я брал там. Если посмотреть по хаям, это было... Давайте я вам покажу, чтобы не заморачиваться. Проще один раз увидеть, чем сто раз услышать, поэтому сейчас покажу. Вот, вот этот хай 13147, это был он у нас 10 июля 2019 года, то есть. И потом следующий хай у нас будет 14 тысяч. То есть для начала нам надо перебить 13147, а потом нам надо будет идти на 14 тысяч и так далее. Если посмотреть, допустим, давайте я гляну на другом, чтобы у меня не было так сильно размечено. Если глянуть на недельки, допустим, на недельки мы перебили, вот хай у нас были 12 тысяч, нам 12100. И, соответственно, следующая остановка у нас вот здесь вот, да, 13175, и потом вот здесь вот 13864. Если взять месячный таймфрейм, на месячном, соответственно, у нас восходящий тренд здесь. Мы отскочили, хорошо откупились, и, соответственно, вот у нас, если смотреть по вот этим хаям, опять же таки, хаи те же самые. Для начала надо перебить 13175, там 13200, а потом уже идти на 14 тысяч, и, соответственно, потом идти еще дальше. Но это, опять же таки, если смотреть по бирже Binance. Если, допустим, глянуть на Bitfinex, в том же самом, ну, хотя на Bitfinex там не точно, давайте лучше на Forex глянем. Если смотреть на Forex, на месячном таймфрейме, то вот у нас доходила цена до 20 тысяч долларов, и у нас здесь хаи были, получается, 13854. Видно, что мы пытаемся закрепиться свыше границы здесь 12332, соответственно. Если посмотреть вот здесь, да, вот у нас граница, это потом на месячном, вот, пытаемся закрепиться свыше 12332, если я правильно определил. Да, пока что, хотя, я что-то не понял, тут, походу, цены как-то немного отличаются. Не, все то же самое, но, видимо, как-то уровень тут у меня так проведен. Но если глянуть поближе... А, ну, я понял, в общем, да, тут пытаемся закрепиться свыше этого уровня, и уже закрепились. Соответственно, надо смотреть, обвалимся мы, либо не обвалимся. Так вот, соответственно, следующий уровень у нас там 13147, вот здесь вот. А потом у нас, соответственно, идет уровень 14 тысяч. После 14 тысяч у нас идет, получается, здесь потом 17, и потом уже 20. Ну, я думаю, да, следующий, наверное, может быть 15, такой как круглая цифра, может быть. Но если смотреть по дневке на том же Binance, допустим... Давайте выберу Binance. Если взять по Binance, по Binance, по Binance. Ну, соответственно, здесь, да, следующая остановка 13147, потом 14 тысяч. Так, если смотреть еще раз на месячном, то вполне вероятно, что здесь может быть коррекция. Но я думаю, мы, может быть, еще сегодня подрастем, потому что отката, опять же-таки, на дневке никакого нету. На часовике тоже мы не сильно откатились, и вполне можем пойти на ближний ретест. Если мы будем все-таки падать. Ну, падать... Первоначальная остановка у нас 12, тут 330, потом там 12 тысяч вот здесь, здесь low. Ну, да, где-то 12, 12, 100. Потом следующая остановка где-то 11, 800. Здесь приблизительно 11, где-то 640. Здесь 11, 500. Ну, и так далее. Пошли по наклонной, потом до 11 тысяч. Ну, и потом дальше по вот этим уровням, что у меня отмечены. Поэтому будем наблюдать. Я думаю, в принципе, сегодня-завтра должна быть коррекция. Ну, возможно, сегодня еще, может быть, завтра будет какой-то рост. Потому что отката сильного, опять же-таки, не было. И, как я говорил, здесь тоже отката не было. Можете понаблюдать. Здесь отката не было. Погнали наверх. Здесь отката не было 20-го числа. Тоже погнали наверх. Что значит нет отката? Это значит, что мы не падаем там больше 200, там 400 долларов вниз. Если вот, допустим, как здесь, мы обвалились. Можно посмотреть, мы упали на 300 долларов. Здесь тоже не было отката, но здесь обвалились. Но здесь было видно по вот этим свечам, что, скорее всего, может быть коррекция. А здесь, опять же-таки, мы видим, да, здесь тормознули. Но здесь произошло выравнивание. У нас выровняли цену. И, соответственно, мы потом без отката не падали ниже от 11.877. И потом погнали наверх, соответственно. Так вот. По биткоину вот такая вот ситуация. Ну, давайте посмотрим основные альты, а потом второстепенные. Эфир у нас подрос, получается, на 33 доллара, даже на 35. И на данный момент тоже пытаются идти наверх. Если посмотреть на часовике, отката, опять же-таки, нет. То есть, если на 4-х часовике, если на 4-х часовике, то, соответственно, у нас первая остановка где-то 400 долларов. Потом 420. Так. Если брать вот здесь, да, тут 500 долларов. У меня все тут отмечено. Ну, давайте дальше глянем. Дальше у нас идет XRP. Пытается постепенно поджиматься к уровню 26 центов. Но XRP пока что не сильно ходит. Поэтому пока что ничего интересного надо ждать. Потом NEO у нас ходил, в принципе, прилично на 2-3 доллара. Тоже не откатывается вниз. Пошел наверх. Кьютум. Давайте по кьютуму. По кьютуму он закрепился свыше 2,2 доллара. Сходил на 200 центов. Но пока что сильного движения, опять же-таки, нет. Вот так. Что еще по основным? По основным EOS. Сейчас Litecoin глянем еще. EOS наконец-то пошел наверх. Пошел он наверх, в принципе, на 10-20 центов. Но, опять же-таки, ничего существенного. Litecoin. По Litecoin. Litecoin отлично вчера сходил. Сходил, соответственно, за стопами. Поэтому так сильно и взлетел. Потому что тут, очевидно, ставили стопы. И, соответственно, он взлетел у нас на 10, даже на 15 долларов. Да. Даже, наверное... Да, можно сказать... Ну, да, на 10 долларов. На 10 долларов он наверх сходил до 56. Отката, опять же-таки, нет. Если на часовике смотреть. Отката не было. Тут тоже пока что пытаемся пробить эту границу. Ну, сейчас глянем. 45 минут, 30 минут. Ну, в принципе, да. Пытаемся поджаться. Но, опять же-таки, видно, что происходит там небольшое выравнивание. Но, вполне вероятно, если биток пойдет сегодня-завтра выше, то мы закрепимся свыше 56. Будем наблюдать. Ада Кардана. Ада Кардана пока что ничего еще. Ну, немного подросла вчера, там, на 700 пунктиков, если брать вот здесь от числа. Но, опять же-таки, ничего особенного. Пока что стоит в боковике. XLM Stellar пытается подбиться границе 9 центов. Тоже ничего. Монеро. Монеро, опять же-таки, сильного движения по Монеро не произошло. Здесь он пока что стоит в районе 120-125 долларов. Сильного движения пока что нет. Пошла такая небольшая консолидация. Он попытался провалиться, но здесь у нас такой ложный пробой получился, можно сказать, двумя барами. Но, опять же-таки, ничего пока что по нему. BNB. BNB, опять же-таки, отката не было. Попыталась провалиться вниз. Упала там на 3 доллара. Но сейчас стремительно идет, опять же-таки, и пытается сделать ближний ретест на 32 доллара. Что такое ближний ретест? Ближний ретест это когда в течение недели, приблизительно, неделя, 10 дней, монета идет, опять же-таки, к той же границе сопротивления или к той же границе поддержки. Ну, в основном, границы сопротивления. Границы сопротивления, которые она ходила до этого и отскочила от нее. Соответственно, у нас это было, вот, допустим, она подходила там 15-16 числа. Сегодня у нас 22-е, это у нас прошло 7 дней. Ну, приблизительно, да. Это мы идем на ближний ретест, можно так сказать. Там 7-10 дней, ну, максимум 2 недели. Давайте по линку. По линку, ну, пока что ничего, надо 11500 ему перебить, ничего особенного по линку. Еще из основных монеток у нас Йота и Дэш. Йота, Йота вчера подросла, подросла она здесь на 300 пунктов, даже на 400. Ну, в принципе, пока что еще глобально здесь, ну, если взять вот эту, ну, хорошо, локальную ситуацию, то стоит в боковике еще ничего особенного. Дэш. Вроде как... А, биткоин кэш еще, точно. Здесь мы упали, получается, на 7 долларов, потом обратно, потом вернулись на эти 7 долларов, и сейчас стоим на 76 долларов. Опять же таки, не откатываемся вниз, идем стремительно на 79.48. Если биток пойдет выше, то, в принципе, я думаю... Ну, выше это куда я имею в виду, сейчас скажу. Выше, ну, это хотя бы, если она пойдет до... Если попытается закрепиться или хотя бы коснуться уровня 13.147, там, 13.100, 13.200, тогда уже, ну, я имею в виду телом свечи попытается там пробить его, там, может быть, потом вернуться опять вниз под уровень. Тогда можно увидеть какие-то движения по монетам. Так, дальше. Дальше у нас еще... А, биткоин кэш, точно. Биткоин кэш. Биткоин кэш тоже отлично подрос. Позавчера он упал у нас на 13 долларов. Сегодня, вернее, вчера он у нас восстановился на 15 долларов, сходил наверх. Нет, даже на 25. На 25 долларов. На 25 долларов сходил наверх. Ну, получается, даже на 30. На 30 долларов сейчас он доходил максимально 270 долларов приблизительно. Но у него сейчас тут точка остановки, да, где-то 269.59. То есть 270 долларов. Следующая остановочка у него здесь и 280. Почему 280? Потому что это был уровень поддержки вот здесь вот. И, соответственно, уровень сопротивления вот здесь. Поэтому такой вот уровень. Следующая остановка у него 320 долларов. Да, 320 долларов. Если посмотреть, почему 320, потому что это был уровень сопротивления вот здесь вот. Так, ну по основным монетам Прошлись, давайте по второстепенным Ролик уже 13 минут идет, но я думаю В принципе Полезного контента дал вам сегодня И дал приблизительный ориентир Куда могут пойти монетки Так, Юни опять же таки Ничего, ну по Юни Немного она там подпрыгнула, но опять же таки Ничего существенного, YFI YFI продолжает стоять Локально в нисходящем тренде Стоит пока что в боковике Ада, когда нам Мы смотрели уже, XRP Смотрели, SXP SXP пока что ничего стоит В боковике, ничего А, трон еще, да, ну сейчас глянем Дот, немного пошла монетка, но опять же таки Локально, вернее даже Глобально пока что в нисходящем тренде еще Трон По основной монеты тоже пытается Закрепиться свыше 2,6 центов, но Да, закрепилась, но Пока что ничего такого, если смотреть здесь На часовике, да, она подлетала Там 20 октября у нас на Три цента вверх она ходила Но это опять же таки, видите Ее, опять же таки Как сказать Скажем так Закинули обратно в уровень, то есть загнали Да, загнали обратно под уровень Но пока что она пытается Закрепиться свыше 26, 27 центов Но вот здесь вот лоу у нас Да, 26 в принципе пытается, но пока что Вяленько Пока что вяленько еще YFI 2 У нас ничего Стоит локально в боковике Так, дальше Тета Тета все-таки пошла Оттолкнулась от уровня 59 центов Посмотрим Тфюэл Тфюэл тоже немного подросла Но опять же таки видно По этому хвосту, что продавцы Все-таки задоминировали В какой-то части И Не пускали цену сильно идти вверх Дальше Дальше XTZ Сейчас я вспомнил Еще Эфир классик XTZ пока что стоит в боковике Ничего, эфир классик Эфир классик Да, у нас вчера Закрепился свыше 5.32 И сегодня у нас Находится на отметке 5.45 4.46 Долларов То есть практически 5.5 долларов Он закрепился свыше Телом свечи Уже пошел наверх Отката нету Но пока что выше 5.5 Не пускают Но уже радует Что закрепился Эфир классик Выше 5.32 Но опять же таки Посмотрим Это он закрепляется уже В течение Грубо говоря Месяца Он закрепляется уже Третий раз Посмотрим Если биток Пойдет вниз То соответственно Эфир классик Может опять Загнаться под этот уровень Дальше 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 У нас идет После XTZ У нас идет Бэнд Бэнд Здесь пока что Еще локально В нисходящем тренде Ну пока что Ниже 5.7 долларов Не падает Так Дальше у нас идет Атом Космос Космос Пока что 5.4 доллара Не перебил Вичейн Вичейн Пока что локально Находится в консолидации И в нисходящем В нисходящем тренде Опять же таки Ничего Иос Смотрели Иос Идет потихонечку Так Дальше ОМГ ОМГ Пытается закрепиться Свыше 3.3 доллара Но опять же таки Нисходящий тренд Поэтому будьте аккуратны Может обвалиться Еще Здесь дальше Сущи По сушам Ну ничего Стоит в боковике Пока что Может завалиться Еще ниже Она из такой категории И монет Дальше У нас идет Монера Смотрели Алго Алго Ничего Опять же таки Стоит в боковике Немного приподнялась Но опять же таки Ну насколько она тут Приподнялась Ну грубо говоря На 2 цента Но ничего особенного Пока что ничего существенного Зеткэш еще Да я вспомнил Зеткэш у нас Основная монетка еще Сейчас посмотрим Серви Ну Серви может продолжить Валиться дальше Упала она уже в 10 раз Поэтому с 4 долларов До 40 центов Зилика Зилика стоит в боковике Пока что ничего По зилике Так Дальше 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 Зеткэш Наконец-то Зеткэш Зеткэш Я не помню А по-моему мы смотрели Да Зеткэш у нас подрос Или не смотрели Ну короче Подрос он на 7 долларов Да по-моему не смотрели Зеткэш Ну следующая остановка У него соответственно 70 долларов Потом 75 По-моему По-моему смотрели Да Ну я не помню честно Может и не смотрели Ладно В общем Пока что идет наверх Если посмотреть по часовику Ну пока что его не пускают 64.50 Можно заметить Если все-таки пустят Тогда Можно говорить уже там Отметки там 70 долларов Потом 75 Потому что Я заметил На круглых числах Обычно Останавливают монетки Так Рин Немного пошла Но опять же таки Ничего существенного Ничего существенного Дальше Вейвс Вейвс тоже Одна из основных монеток Так Вейвс у нас пошел Получается на 300 пунктов вверх Здесь Да Может даже на 400 Ну пока что Как-то он слабенько Так идет Если глянуть на часовике Ну пока что Не предвещает Какого-то движения Потому что Видно здесь Лаи 3.17 Ну пока что Он как-то вяленько Идет наверх Ну пытается Пытается во всяком случае Пока что Движения я такого Сильного не вижу Кава Свыше 2 долларов Пока что не закрепилась Возможно Сегодня-завтра Закрепится Надо наблюдать Комп Комп Ну пока что Остановился у 90 долларов Он вот так вот Сильно падает В принципе В принципе Раз он подрастал То вполне вероятно Можно будет его Уже потихонечку Начинать закупать Опять же таки Может он провалиться Вообще Или соскамиться Я это прекрасно понимаю Но в принципе Я думаю Какую-то Небольшую деньгу В принципе Можно в него вкинуть По основным монетам Пришлись Давайте по второстепенным Аэйф У нас Падал Получается Вот До 32 Отрос до 37 И сейчас Находится на отметке Практически 34 доллара TCT Немного подрастает Но опять же таки В боковике НБС Ничего Но я не буду Все монеты комментировать XR Да XR неплохо подросла На 400 даже Да На 400 пунктов Но опять же Опять же таки Это движение Предсказать нельзя было ZRX Ничего Стоит в середине канала SNX Ничего Ну то есть Все монеты Нет смысла Ход Кстати Закрепилось Свыше 5000 RVN Ничего NG Ничего Waves Видели NG Здесь да Увидели мы Ключевой уровень Тоже 14 центов OMG Пока что Не получается Закрепиться OGN Ничего LTO Кстати OGN С небольшим Гепом Даже открылось LTO Ничего PERL Ничего BTT Ничего INT Ничего RLC Ничего ARPA Ничего Так Здесь монетка У нас Hypercash Hypercash Ничего Комп Комп Только что Смотрели MBL Ничего ION Ничего Ну то есть По большому счету Я не вижу Ничего такого Какого то Интересного движения Или интересной точки входа Вот единственное По компу Но опять же Я имел ввиду В плане инвестиций Так Здесь монетка SOL SOL тоже интересно Падает Но здесь Она вот Остановилась Возле уровня 1.84 Можно понаблюдать Можно отметить Даже SRM YKF Ничего MATIC По MATIC Закрепился Свыше 16 центов Как и ожидалось В принципе И пошел Потихонечку Наверх Отрастать Дальше NKR Ничего TMTG Валится вниз SXP Видели Band Видели Пока что здесь Low 5.7 TFUEL Ничего BNT Ничего Ну то есть Потихонечку Монетки Отрастают Да Nano Продолжает Движение Наверх Здесь Она уже Подрос На 20 центов FTM Ничего GBP Ничего BT Ничего Будьте осторожны Видите Тоже тут Что-то показывает 0% Объемчики Падают Поэтому Будьте внимательны По этому поводу Может монетка Соскамится Коти Кто-то в нее Инвестировал Или трейдил Лучше повыходите С нее Потому что Я вот замечал Вот по тому же Ленду У него такая же Ситуация была И потом в итоге Монетка Соскамилась Фан Вчера тоже Неплохо подлетел Там на 500 пунктов Даже может на 600 XZC XZC У нас Zcoin Это у нас Подлетело На 400 пунктов RXS RXS В принципе Потихонечку Отрастает Здесь интересно Стояло Посмотрим Опять же Следующая Граница У него 44-45 Фет По фету Пока что Ничего Поджимается К уровню 57 Но видно Что не Откатывается От него Значит Вполне Вероятно Попытается Закрепиться Выше Но опять же Это не 100% Гарантия XMR Ничего Доги Доги Пытается Наконец-то Закрепиться Свыше 27000 Видно Что не Откатывалась И не Падала Вниз Но опять же Таки Надо Наблюдать За ней Смотреть Как она Будет себя вести Страт Ничего МТЛ Ничего То есть Мы видим Что монетки Либо Повозвращались В свои уровни В которых Они были Либо Продолжают Стоять Боковики Либо На чуть-чуть Подросли На 1 На 2 Может быть На 5 Процентов FTT Да FTT Интересный Момент Здесь Она Закрепляется Свыше 3.8 Но опять же Таки Может Провалиться Вниз Если Биток Не Перебьет 13.147 Или 13.200 100 Миф Ничего Тома Видели Рен Видели СТ5 Ничего Но СТ5 Здесь Уровень Показали 16.60 Как он У меня И отмечен НКН Стоит В консолидации В принципе Тоже Интересно На данный Момент стоит Но опять же Таки Здесь Локально Нисходящий Тренд Может Завалиться Надо Наблюдать ВРХ Ничего Если По Нулсу Нулс Здесь У нас Лоу 23 ВРХ Ничего Витя 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 Ничего Запил Уровня Кава Пока что Ничего Дата Валится Вниз Корректируется Четвертый День Подряд ICX Ничего В боковике Иост Нападала На 500 Пунктов Вернулась Пенти Ничего В боковике Кенси Тоже Ничего Хайв 16 Центов Не перебивается И чак Закрепилась Выше Здесь Лоу 30 29 Ничего CT Пока что Ничего Здесь У нас Лои Были 30 75 Ну Пока что Ничего Серьез Ничего В общем Монетки Большая часть Монет Либо в боковике Стоит Да Уже Обзор Получился На 20 Минут Но Ничего Страшного В общем Биток Я думаю Тут пока что Пытается Корректироваться Потому что Выше 13 147 Видно Был ложный Пробой Двумя барами А если Посмотреть На историю Здесь Где был Ложный Пробой Двумя барами Был он Здесь Но опять же Произошло Накопление И мы Потом Пошли Выше Может быть Такое Конечно Может быть Здесь Практически То же самое Произошло Но Это Надневки Но Там Произошло Локально Поэтому Вполне Вероятно Если Посмотреть Здесь Здесь Тоже Своеобразное Накопление Такое Идет Но Опять же Могут Обвалить И вниз Поэтому Будьте Аккуратны В этом Случае Я вчера Выпускал Видос Можете Глянуть Его По Воду Того Почему Не стоит Сейчас Вкидывать Деньги На всю Котлету В крипту Потому что Вполне Вероятно Что Монеты Могут Опять же Таки Обвалить Если Посмотреть Надневки До Десяти Тысяч Девяти И так Далее Но Если До Десяти Упадет В принципе Можно Тоже Покупать По Вкусным Ценам Но Если Даже Хотя До Тысяч Поэтому Будем За Этим Всем Наблюдать Я думаю Сегодняшнее Видео Вам Дало Предостаточно Информации По Биткоину По Основным Криптовалютам Ну В принципе Немножко Глянули Остальные Ну По Остальным Ничего Там Особенного Подросли Там На Один Там Два Процента Пол Процента Максимум Пять Процентов Либо Они Корректируются Либо Стоят Боковике Ну Либо Пытаются